всем большой большой привет и вот они мои красоточки не могу я дольше терпеть я думаю что вот эта барышня должна побелеть завтра послезавтра уже больше потому что еще видите такой желто зелененький у нее лепесток но я уже не могу терпеть хочу это заснять посмотрите как они прекрасны просто чудесно я их выняла сейчас стою рядом такой аромат стоит ну просто класс мой на как всегда плохой определитель запахов поэтому просто классный цветочный аромат а уж чем она прям действительно пахнет даже не знаю внюхаюсь напишу себя назвала в написании кролику если в нюхаюсь вот такие красотки загнутыми смешные хохолками с очень рюшистыми боковыми лепесточками вот эти вот прелести на губе очень и очень интересные тут вот тоже есть пятнышко на губке но она не такой совсем не такое это рюшка на губе я прям не могу и будут тоннельчик как я понимаю всяких пчелок и насекомых которых он манит туда заползти и опылить и скажу так у этой мадам вот у нее гораздо шире лепестки и конечно же вот этот яркий венозный рисунок обалденный и есть венозный рисунок и на остальных лепесточках в основном по краю он менее заметен о класс вот на солнышке видно сейчас отвлекусь вот этот вот сахаристость на как арбузик когда надрезаешь так переливается класс и возвращаясь к генозному рисунку вот он по самому краешку есть очень интересная девушка очень красивая лилия супер честно стою не могу налюбоваться я тут могу часами стоять на них смотреть они действительно очень очень классные очень замечательные ароматные я не увидела сложности выращивание честно скажу еще мне очень нравится у них солнышко вышло из-за тучки и снимать стало неудобно как бы к тебе подобраться этот загарчик ах не видно не видно жаль красотища красотища редкая я сейчас попробую поменять фон правда собака не облизывайся он у меня будет красный но посмотрим как эти девчонки будут смотреться и так вот мои девчоночки на красном фоне вот такие они интересные совсем по-другому смотрится цвет и вот так действительно лучше видно венозность на вот этой вот мадам класс боже не вот с одной стороны такие вроде бы похожие и в одном цвете я сначала даже под расстроилась что они практически в одном цвете в плане губы но какие же они все-таки разные я ставлю себе и ту и ту они прекрасно прекрасно у меня все время в голове только крутится божественные прекрасные так вот тут теперь можно показать вот он загарчик такой смешной вот смотрите вот это загорело когда были солнечные дни у нас уже вот это получается три пасмурных дня и вот видно за три дня как вырос прикольно наблюдать за все конечно супер вот такие они интересненькие но вот к сожалению все равно не получается на видео ухватить это глазу хорошо видно действительно я уже говорила видео кажется что губа вот тут вот где особенно насыщенный цвет аж мохнатенькая такая вы знаете велюровая прям хочется потрогать вот тут потемнее вроде бы на видео что-то похожее заметно но не так но вам честно скажу в живую гораздо 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 они выглядят интереснее симпатичнее так у меня есть альба у меня есть карнии у меня есть на самом деле много вариаций таких невыговариваемых для меня у меня есть аурея ко мне едет еще несколько в общем у меня и голубые вариации есть я очень жду этих всех цветений и мандояна я себе заказала надеюсь правильно все поймут это название очень они уж меня завораживают и вы знаете я когда говорила нет нет крупные котли не для меня где их буду ставить это ж неудобно нет я вот маленькие люблю я действительно люблю маленькие но когда я увидела пурпурату меня не покорила не люди маниана не моси не шрёдери не вот как-то никто меня не взял за душу пока я не увидела пурпурату вот не знаю что в ней но я в нее просто влюблена и вторая крупная танцепс блин ну вот вот когда видишь и влюбляешься и вот даже не можешь объяснить почему вот за что любишь за все они действительно очень очень прекрасны и давайте наверное попробуем поиграться с макролинзой не знаю конечно чего такого мелкого или волосатенького нету но попробуем может сюда по заглядывать итак сейчас мы приблизимся а вот она сахаристость извините конечно из-за того что фон красный и я добавила искусственного освещения немножко перевирается цвет он уходит в более такой синеватый что ли вот такая прелесть смотрите как прикольно камеру поменяла угол и поменялся сразу цвет ой да конечно вот это вот съемка передача цвета на фото на видео это та еще работа это целое искусство и на самом деле достаточно тяжело и все очень очень зависит от техники от того насколько хорошо да идет цветопередача у самой камеры и у собственно мониторов на которых смотрят плюс еще конечно же выставленный свет потому что я кручу как видите и по-разному смотрится так раз и более в красный а так раз и более в синий потому что так больше идет искусственного освещения а вот так с окна натурального света настоящего природного экологически чистого ой прекрасная губа хочется рассматривать и рассматривать наверное себя так пчелки чувствуют ой ну наведись наведись там так красиво внутри ой смотрите класс вот тут вот видно видите вот этот блеск такой как немножко беленькая да как посыпанная чем-то губка вот оно и смотрится как ворсиночки и придает вот этой бархатистости губе обалдеть ну что ж вот такие красотки я с нетерпением жду уже жду следующего года надеюсь что в следующем году у меня зацветет уже больше пурпурат уже те которые я получала перед этим освоятся дорастят свои росты от едят их и тоже порадуют меня цветением будет больше на видео гораздо и всем очень очень большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях заходите куда вам удобно в instagram на фб там тоже много всего интересного выкладываю и конечно же всем солнечных дней пышных цветений пока пока